Добрый вечер, 20.05 в Москве, это программа «Археология». 11 сентября 2013 года у нас на календаре. Ну, это, мне кажется, одна из тех дат, которые говорят сами за себя. Не так много у нас таких дат раскидано по году, и это одна из самых недавних. 11 сентября 2001 года. Одни из самых громких терактов новейшего времени, теракты в Нью-Йорке. И, собственно, это день, когда нам следовало бы поговорить о терроризме. У нас в России свои 11 сентября, конечно, были. У нас свои очень близкие даты. 1 сентября 2004 года — это Беслан. А 23, если не ошибаюсь, 23-25 октября 2002 года — это теракт на Дубровке. Так что у нас есть свои годовщины, и хотелось бы, между прочим, чтобы они так же вспоминались и так же были камеморализированы, как и 11 сентября в Америке. Но об этом мы еще поговорим. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот когда мы сейчас думаем даже не о терактах в Нью-Йорке, а о Беслане, о Дубровке, это как будто они из другой реальности, как будто не про нас. То есть существуют террористические акты. Был теракт в Домодедово, да? Был взрыв на Каширке. Но это какие-то вещи, которые всколыхивают наше общество, да? А потом волна затихает, и мы продолжаем жить вот всей той же прежней жизнью. Наша ежедневная жизнь никак не связана с терроризмом. И между тем, Россия, вот сейчас у меня перед глазами лежит документ под названием Global Terrorism Index, глобальный экзотерроризм. Россия находится на девятом месте из 160 стран по риску терроризма. То есть, чтобы понимать, насколько близка и ощутима эта угроза. Мы стоим после Ирака, Пакистана, Афганистана, Индии, Йемена, Сомали, Нигерии и Таиланда. И за нами сразу такие страны, как Филиппины, Судан, Конго, Колумбия и Сирия. Вот даже Израиль, о котором мы слышим ежедневно, он дальше позади нас. Он на 20-м месте по риску терроризма. А Россия на 9-м. И вот хочу понять, почему мы так высоко стоим в области террористической угрозы. Ждать ли нам новых терактов? Что нам ждать и каких-то более высоких рисков в связи с Олимпиадой в Сочи в 2014 году? Об этом поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это ведущий научный сотрудник ММО, Институт мировой экономики и международных отношений Екатерина Степанова. Добрый вечер, Катя. Это Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Добрый вечер. Добрый вечер. И главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Добрый вечер. Ну, давайте сначала, прежде чем мы поговорим о России, в том числе и с нашими слушателями, поговорим о том, что в мире изменилось с 11 сентября 2013 года. Вообще, террористическая угроза выросла за прошедшие 12 лет? Вопрос. Вопрос, да, ну, давайте, может быть, да. По статистике могу сказать, потому что, в общем, я принимал участие в разработке методологии вот этого индекса, который учитывает не просто вот число инцидентов или число, скажем, убитых, да, а как минимум 4 параметра там интегрировано учитываются, еще число раненых, оценка материального ущерба для 158 стран. И тенденция, главная тенденция последних 10 лет, потому что статистика только до 2011 года включительно доступна, это рост террористической активности, всех ее показателей, абсолютно всех. И по числу, и по жертвам, и по размеру ущерба. Там он приблизительно оценивается. И по вот этому концентрированному, интегрированному композитному индексу, который объединяет все эти 4 параметра. Есть, вот если говорить о России, да, как она соотносится с мировыми тенденциями, есть для нас хорошие новости, а есть плохие. Хорошая новость, вот Сергей сказал, что это ужасно, что мы в конце первой десятки, а я скажу, что это не так уж и плохо, что мы, учитывая нашу интенсивность, в общем-то, использование террористических методов в связи с ситуацией на Северном Кавказе, что мы где-то между Таиландом и Филиппинами по уровню террористической активности. Меня потрясло, что мы впереди Израиля. А потому что в Израиле, во-первых, в этот индекс не включены данные по палестинским территориям, а только по самому Израилю. А он прекрасно отгородился, так сказать, у него там одна из самых эффективных контртеррористических стратегий и практик в мире, да. А во-вторых, понимаете, в чем я вижу относительно, конечно, хорошую новость? В том, что вообще террористическая активность в мире, она не то, что равномерно распределена по вот этим вот 158 странам, а она очень жестко сконцентрирована за последнее десятилетие, после 11 сентября. И вот ее основной объем, львиная доля, да, больше половины всех терактов, где-то до половины жертв всех, да, убитых в терактах, приходится всего на 2-3, первые 3 государства, да. И это конфликты в этих государствах совершенно определенного типа, совсем не того, который у нас имеет место на Северном Кавказе, совсем не того, который имеет место в Таиланде, на Филиппинах и еще там в 20-30-ки азиатских стран. Приходится на Ирак и на Афганистан. Да, Афганистан. Но вот все-таки можно сказать, что 11 сентября и информационный шок от этого теракта, они изменили ситуацию, изменили баланс в мире, что терроризм почувствовал свою силу в полной мере после 11 сентября. Знаете, я хотел тоже такую ремарочку взять. Алексей, да. Если по аналогии с Израилем отделить от нас Северный Кавказ, мы, наверное, где-то в середину списка попадем, а может быть даже ниже. Поэтому это так, в общем-то, все относительно. То, что касается, я вот, к сожалению, с вами не согласен, хотя математикой такой точно не занимался и вот представления не имею, но я доверяю, что вы хорошие параметры взяли, их исследовали, получили. По моему внутреннему ощущению, так скажем, это называется такое внутреннее наблюдение изнутри борьбы с терроризмом, а я, в общем, до сих пор общаюсь очень активно с ребятами, которые постоянно сейчас участвуют в спецоперациях на Северном Кавказе. Я считаю, что у нас террористическая активность уменьшилась. Для меня параметр, знаете, какой? Я считаю, практически уверен, что ничего подобного 95-му в Буденновске, 2002-му в Нордойсте и 2004-му в Беслане мы сейчас не получим. Я согласна. И опять же, благодаря чему? Благодаря тому, что нанесен очень серьезный удар и урон, расчленена вот эта вот, скажем, банформирование террористическое, в том числе на Северном Кавказе. И сейчас, возможно, и мы это видим постоянно, такие, ну, извините, конечно, с моей точки зрения, такие щипки, там, взрывы, когда, там, два потерпевших раненых или взрыв, там, кто-то один погиб. Нельзя говорить, что только один погиб. Но это не те теракты, которые мы в том числе наблюдали в Америке 12 лет назад. Я бы даже больше сказал, вы правильно сказали, что он терроризм какой-то везде разный, там, в Таиланде один, там, в Израиле другой, а у нас совсем третий, вы знаете, я иногда говорю, что, вы знаете, президент сейчас вот мне понравилось, сказал, что надо усилить борьбу с терроризмом, еще у нас вот это, есть понятие, которого нет нигде понятий, ну, ладно, бог с ним. И преступностью. Вы знаете, вот сейчас разница между терроризмом и преступностью, она, как таковая, стертой. Я всегда противник между ними, имею только черное и белое. Так вот, вы понимаете, вот, например, скажем, пришли, например, какому-то чиновнику на Северном Кавказе, там, может быть, даже чиновнику Министерства внутренних дел, и говорят, ты нам будешь платить. В общем-то, по кодексу это обычное вымогалово. Он, например, отказывается платить. Его минирует машина и взрывает. Все, налицо террористический акт. Но, по идее, как квалифицировать это? То есть, это такие, знаете, местные преступные разборки. Мы их все относим к террористической активности. А на самом деле, это наша внутренняя беда. И она к терроризму как таковому. Вот, кто, к тому терроризму, который, например, которым были обусловлены акции, там, в 95-м Буденновске, Норд-Осте и Беслане, отношения уже никакого не имеет. А вот интересный, кстати, вопрос здесь ставит Алексей. Я хочу Екатерину и Андрея тоже подключить. Насколько наш терроризм, наши теракты, которые нам всем знакомы за последние 10 лет, они сопоставимы с тем, что происходит на Западе? Это часть вот этой вот радикализации ислама, радикализации методов борьбы? Или у нас какие-то свои? Вот то, что сейчас говорит Алексей. Если говорить о тактике, о методах проведения терактов, то, конечно, идет обмен опытом и идет обмен технологиями. Например, в России впервые был совершен теракт шахидками. И только потом, через полгода, произошел первый подрыв шахидки в Иерусалиме. То есть, можно сказать, что чеченская тактика, придуманная Басаевым, потом была заимствована Хамасом на палестинских территориях. То же самое происходит со структурой подполья на Северном Кавказе. Оно меняется и изменилось. Самое ключевое изменение произошло где-то в 2006-2007 годах. И от квази такой военной структуры, когда, если помните, в 90-е годы чеченские полевые командиры очень любили называть себя генералами бригадными. У каждого была бригада. Они перешли к ячейкам. И это абсолютно не чеченское изобретение, не северокавказское изобретение. Это изобретение, которое было и в Латинской Америке, и у Ирландцев. Это ячейство структуры, когда буквально 3-4 человека знают командира. И этот командир уже общается со всеми остальными. Таким образом получается, что, в общем, проникнуть в такие структуры для спецслужб намного сложнее. И изменения, в том числе и самих терактов, то, что сейчас нет таких терактов, как были захваты заложников, о которых мы говорим, тоже обусловлено совершенно другой стратегией, которую взяли боевики. К сожалению, это не только результат деятельности спецслужб. Это в том числе и результаты деятельности, и осмысления, в общем-то, опыта и боевиками. Они поняли, что сейчас неэффективно пытаться организовать большое нападение на город, как было, например, в Нальчике в 2005 году, когда там 200 человек появляются в городе, пытаются его захватить, гибнут, в общем-то, прежде всего, они сами. А намного более эффективно это наносить точечный удар по сотрудникам правоохранительных органов, получать потом какие-то акции в ответ. Нет, страдает мирное население, и мирное население начинает вставать на сторону боевиков, как это происходит в Дагестане. В результате нам кажется, то, что говорит Алексей, что происходят только точечные какие-то мелкие булавочные уколы, а на самом деле меняется общественное мнение. И прежде всего оно меняется не в Москве, где, вы правы, абсолютно всем по большому счету все равно, а меняется на Северном Кавказе. И люди начинают, ведь идет же борьба за сердца и умы, постоянно она идет, между правоохранительными органами и боевиками. И если боевики могут спровоцировать правоохранительные органы на какую-то неадекватную реакцию, то, соответственно, общественное мнение начинает переключаться и поддерживать боевиков. И по весне все новые люди уходят в зеленку. Абсолютно верно. Ну, я не согласен с такой тенденцией, что все больше и больше людей уходит. Я считаю, что есть у нас зоны, где удалось эту тенденцию побороть. Та же Чечня. Мы же говорим сейчас о том, что у нас не только в одной республике. Посмотрите, сколько республик сейчас. Я, да, я собереду, что 80% терактов это Кабардино-Балкария и Дагестан. А еще, например, 10 лет назад даже странно было бы подумать, что это не Чечня. А Чечня там сейчас самый спокойный регион. После него была Ингушетия. Взялось руководство, взялась власть за работу. Работает. И сейчас уже Кабардино-Балкария. Сейчас уже Дагестан. И, опять же, в свое время Дагестан был лидером. Сейчас Кабардино-Балкария. Вы чувствуете, они слабое место постоянно ищут. Где слабая власть, там они пытаются жить. Я вижу пока только расширение географии, к сожалению. Я не вижу, чтобы... Раньше можно было сказать, что есть чеченский терроризм, ограничить всю территорию Чечни, и сказать, что, может быть, у них есть базы, где они отсиживаются, это Ингушетия, и все. Сейчас этого уже нет. Я вот вам скажу, что с точки зрения мировой статистики происходит. С точки зрения происходит действительно изменение сути конфликта. То есть фрагментация того, что было относительно консолидированным движением, да, чеченским, в общем, ну да, выходило за рамки иногда, но было сконцентрировано сепаратистское движение сначала, потом приобрело все более отчетливый исламистский, смешанный такой исламистский сепаратистский характер. И очень высокой интенсивности был конфликт. Он был, считался там, вплоть до середины 2000-х годов, он был просто на уровне крупных конфликтов. Вот с тех пор он исчез из баз данных международных, включая известную Псальская, самая крупная база конфликтов, в такой конфигурации. Да, теперь, значит, как он фиксируется, как очень фрагментированное противостояние. Да, на более широком ареале, но, конечно, уже на уровне, они на это называют minor conflict, то есть конфликт низкой интенсивности, и с другим составом участников. С одной стороны, федеральный центр местной власти, а с другой стороны, вот эта вот сеть мини-джемаатов, не все даже они полностью интегрированы. Там называют иморат Кавказ, но это одна ли сеть, или это скорее тип группы, да? И совершенно верно было сказано о том, что часто воспринимается как терроризм, а на самом деле это межклановая какая-то борьба закамуфлирована. Один клан, так сказать, у власти, второй нет, да, и за какие-то другие дела. То есть надо понимать, что там не то, что весь он идеологический такой со стороны мини-джемаатов, там очень сложный клубок насилия, из которого не всегда просто даже вычленить. Ну что ж, фишки расставлены, основные аргументы мы и привели. Продолжим нашу дискуссию о терроризме после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о терроризме. У нас в гостях Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Екатерина Степанова, ведущий научный сотрудник ММО Российской Академии Наук, и Андрей Солдатов, главный редактор сайта «Агентура.ру». Но прежде чем мы продолжим говорить о российских особенностях терроризма, я хочу все-таки глобально посмотреть. Вот за те 12 лет, что прошли с 11 сентября 2011 года, насколько радикализировался ислам, насколько вырос исламский фактор, насколько мы можем ставить знак равенства, я понимаю, что мы не можем ставить знак равенства между терроризмом и исламским терроризмом, но какова доля исламского радикализма вот в этом возросшем террористическом потоке? Вы знаете, то, чего все боялись 11 сентября, и это был основной такой страх, который повлиял на общественное мнение на Западе, это вот эта идея пресловутого столкновения цивилизаций. Все боялись апокалиптичного вида джихадизма, когда речь шла о том, что вот мы установим халифат на территории всей планеты, и раньше у нас были локальные конфликты, а теперь у нас один глобальный конфликт, две цивилизации столкнулись и так далее. Отсюда делались самые дикие выводы о том, что нам теперь делать. На самом деле выяснилось, что сейчас мы на самом деле при всех тех ужасах и страхах и распространении террористической активности на регионы, где ее не было, в общем-то, длительное время, на самом деле терроризм остается по большому счету политическим оружием на локальном уровне. То есть люди, террористические группы, все равно пытаются решать проблемы в своей местной стране. Вот они хотят сменить власть в Египте, они хотят сменить власть в Сирии, они хотят сменить власть в Ираке. Они это пытаются сделать таким образом. А кто был проводником апокалиптического серроризма? Это вот что, Бен Ладен? Бен Ладен, Абдалла Азам его учителя, который... Убийство Бен Ладена более-менее решило эту проблему? Да нет, на самом деле эта проблема стала решаться раньше. Откуда вообще появился этот апокалиптический джихадизм? От полного отчаяния, от того, что люди, которые стояли за Бен Ладеном, не считали возможным на самом деле, например, сменить власть в Саудовской Аравии. Они пытались, не получилось. Они пытались еще что-то сделать в Палестине, не получилось. Пытались в Афганистане, не очень получилось. Соответственно, они выдвинули более радикальную идею, что только там, грубо говоря, наша идея или смерть. А когда они увидели во многих странах, что есть какие-то перспективы и местные группировки, стали уже не просить Аль-Каиду помощи, а стали говорить, ну, в общем, мы тут сами разберемся, мы сами попробуем что-то сделать. Как, например, происходило в Ираке, когда местные исламистские группировки, чувствуя, что они могут получить долю во власти, уже боролись с аль-Каидистами. Это происходит на самом деле повсеместно. Поэтому я думаю, что на самом деле вывод общий, довольно оптимистичный. Все равно остается терроризм такой вот проблемой, что это орудие политической борьбы на локальном уровне. — Сереж, только хочу сказать, что, конечно, тут мы немножко о разных вещах говорим. Вот если ты говоришь апокалиптический исламистский террорист, то речь идет о движении глобального джихада. Это вот все-таки одна вещь, да? Есть исламистский терроризм, который часто смешан с терроризмом националистического толка на локально-региональном уровне, что совсем другая вещь. Это Хизбулла, Хамас, это исламистко-сепаратистские группировки. Буквально каждый второй конфликт в Азии имеет такие группы. Это все-таки немножко разные вещи. И, соответственно, вопрос твой, что случилось с исламистским терроризмом? Ну, вообще, хочу сказать, что вот это вот действительно сценарий был, что сейчас весь терроризм станет религиозным, религиозно мотивированным, все вот так резко изменится с 11 сентября. Ну, надо сказать, что религиозный терроризм доминирует, но только по одной категории в мире. Он наиболее смертоносный. Вот он лидирует по числу убитых. Больше всего убитых в терактах религиозного типа или группировками с религиозным императивом очень мощным. Но по числу терактов вообще-то лидируют в мире националистические группировки, большую часть вот последнего десятилетия. А в последние годы их даже обогнали, вернули немножко свое влияние, леваки и разного рода социально-идеологические, социально-политические террористы. Разного типа. Самый страшный теракт последнего десятилетия, он не исламистский, он маоисты в Непале, там поубивали огромное количество людей. Это вот если говорить вообще о религиозном, да? Если сказать про, значит, глобального джихада движения, ну, оно, конечно, аль-Каида, как вот мы ее знали, как организацию, как базу вот этого, с арабского база, да? Ну, и она скорее в прошлом, да? Но это не значит, что ничего не стало с движением глобального джихада. Он трансформировался, оно трансформировалось очень серьезно. Есть три версии, как это произошло. Одна очень примитивная, она доминировала в первые годы, после 11 сентября, называлась аль-Каидаизация, да? Когда Аль-Каиду видели повсюду, везде, под каждым кустом, каждый пример локального исламинского терроризма, все Аль-Каида, такой спрут и так далее. Конечно, совершенно... Вообще, не стоило бы и говорить об этом подходе, если бы он не был руководящим принципом политики многих государств, да? Заставив их вмешаться, скажем, в Афганистане и где-то. А сейчас, конечно, подходы какие? Регионализация этого движения. Это вот подход сейчас доминирует на Западе, что, да, за центральной аль-Каидой в афганно-пакистанском ареале они сохраняют какую-то минимальную символическую роль, но основную тяжесть на региональные филиалы Аль-Каида в странах Аравийского полуострова, в странах Исламского Магриба, там и так далее. А третий уровень, низовой, это идеологические приверженцы, это все вот эти мини-ячейки, в том числе на Западе, из одного-двух людей, о которых мы говорили. Да, о которых мы говорили. Вот вопрос Бостон, бостонский марафон, относятся к ним? Нет, это другой вопрос. Да, давайте сейчас еще... Есть более радикальные версии пересмотра этого эволюции, да? Немножко сейчас перейдем еще на наш такой ежедневный уровень. Мне интересно мнение наших слушателей. Насколько вы боитесь терроризма? Ждете ли вы терактов вокруг себя, в ближайшем окружении, в Москве, в связи, я не знаю, с той же самой Олимпиадой в Сочи? Боитесь ли вы терроризма? 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Сергей на линии. Здравствуйте. Если ответить на ваш вопрос, то, конечно, все опасаются, потому что такая проблема есть. Однако не нужно увеличивать. И вот эти легенды про глобальные движения, которые угрожают целым странам, это, конечно, не серьезно. Терроризм на таком уровне существует только тогда, когда идет поддержка. Как в Сирии, например. Поддерживать террористов, называя их повстанцами и правозащитниками, идут проблемы. Как только начинается, как только поддержка прекращается, то сразу терроризм уходит на нет. Поэтому здесь все-таки террор, это очень хорошее оружие. Именно вот на глобальном уровне. Не нравятся какие-то шаги там какой-то страны, раз, у них начинаются теракты. Вот можно прямо даже по цепочкам проследить события. Идет некий политический торг, потом раз, и начинается теракт. То есть вы имеете в виду, что терроризм это как бы не сила в себе, не вещь в себе, да? А инструмент каких-то других сил, которые решают свои геополитические задачи. Фанатики, они есть. Одиночные какие-то вещи, они есть. Это бесспорно. Но вот именно организованные движения, потому что если вот так вот вдуматься, это очень серьезная поддержка, это очень серьезная логистика. И само по себе оно так жить не может. Это просто, ну, некая такая вот дополнительная сила. Да, инструмент. Понятно. Спасибо, Сергей. 65, 10, 99,6. Олег на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я вот всегда слушаю очень много, несколько лет ваше радио. И вот сейчас по этой теме. Кто финансирует? Почему вот говорили, что Америка поддержит, Арабские Эмираты платят, Судан там и т.д. и т.п. Вот такая республика. Катар, Судан, Саудовская Арабия. Ну, Катар не республика, но все же да. Извините, я родился. Ну, страна. Ну, понятно, да. Вот, и они, как бы, вкладывают деньги в Америку, чтобы она занималась, так сказать, я бы скажу это, международным терроризмом. Почему бы их не хлопнуть просто? Вот этот Катар, этот Судан. Вот их надо разбомбить, когда они... О, как. У них денег не будет. Олег, а кто их должен бомбить, по-вашему? Ну, я думаю, наши должны бомбить. Все финансы на Кавказ пойдут, дай бог. Понятно, радикальное решение. Мне кажется, это тот случай, знаете, когда проблемы в Афганистане, когда начались, и в Ираке, нам на Кавказе стало немножко полегче. Сразу видно было, меньше наемников, меньше эмиссаров. То есть, а правда, действительно, как сообщающиеся сосуды идет вот такой, да, переток? Видимо, вот количество сил все-таки задействованных, оно, ну, колеблется, конечно, но оно все равно вот неизменно где-то. И как только проблема в Афгане возникла, и на Кавказе сразу стало нам, в общем, достаточно полегче. Вы знаете, это очень интересно говорить. Один из главных вопросов, который я хотел понять сегодня, что вот действительно есть некая какая-то такая критическая масса вот этой террористической угрозы, которая едина для нашего, да, и, так сказать, и московского, и чеченского, ну, имею в виду в Москве то, что происходит, и вот тот иракский и сирийский терроризм. То, что происходит. То есть происходит некий, так сказать, глобальный пул вот этой террористической угрозы, и она как-то перераспределяется по разным регионам. Такое совсем сырое сравнение с центрбригадами в Испании, то, в общем, можно говорить о том, что, вот помните, были там некое количество молодых людей, которые хотели куда-то поехать и воевать за некую идеологию. Да, там ехали в Испанию, потом ехали еще куда-то. Понятно, что здесь похожая картина, но мне кажется, это упрощение, потому что, например, даже внутри джихадистского движения вот эти молодые люди, они тоже довольно жестко делились. Например, люди из Северной Африки готовы были ехать, не знаю, в Боснию, но не готовы были ехать на Северный Кавказ, а люди из Арабского полуострова, наоборот, готовы были ехать в один регион, ехать в другой. И общего управления, например, то, что один человек может выйти и сказать, ну все, теперь мы поедем, например, в Боснию, тоже этого не происходило. И много очень, на самом деле, до сих пор вопросов, почему эти боевики в один регион поехали, а в другой нет. Огромный вопрос, например, почему в 95-м году джихадисты из Афганистана поехали в Боснию, а не в Чечню. Казалось бы, тот же самый противник, тот же самый конфликт, все рядом, можно ехать. У нас в Чечне. Ну, не в таком количестве. И убитые в том числе. А я, наоборот, вы знаете, я считаю, что все намного проще. Терроризм это оружие. Причем достаточно дешевое оружие. Это тактика. Если его замешать на радикализме, это совсем дешевое оружие. То есть, поэтому мы сталкиваемся с исламским радикализмом, потому что люди, достигая своих экономических интересов, просто пытаются удешевить этот процесс. Поэтому они нам их подсовывают. И, на самом деле, это, в принципе, уже сейчас обычные наемники, которые сейчас воюют в Сирии. И вот чего мы, например, опасаемся. Скажем, там, победит оппозиция. И масса людей там высовывается, которые, извините, но кроме как воевать, по-другому зарабатывать не могут. И всегда найдутся люди, которые копеечку подкинут. И могут эти потоки, в том числе, пойти и наша банка подполья на Кавказе усиливать. Почему нет? Если я могу два слова добавить. С одной стороны, вот очень была хорошая сказана вещь про то, что это очень экономичный способ. Ну да, то есть на наемнику платишь деньги, а тут бесплатно человек готов умереть. Я говорю вообще о терроризме как тактика. Вот почему выбор в пользу этой тактики, а не какой-то другой? Зачем взрывать гражданских лиц в общественных местах, чтобы добиться своей цели? Потому что это, конечно, специфическая очень тактика, которая предполагает достижение максимального политического резонанса минимальными средствами. За счет вы бьете государство не напрямую. А почему вы его напрямую не бьете? Потому что вы слабые по сравнению с ним. Это орудие слабых. Это орудие, в общем, негосударственных игроков. У вас нет баллистических ракет, нет ядерного оружия. Вам с ним очень трудно сравниться конвенционально. И вы используете удары по гражданскому населению как способ давления, как мультипликатор силы, как орудие пиара собственного. Так, чтобы в общественном мнении вы взлетели почти на уровень государства, хотя вы там рядом не стояли с ним по общему потенциалу. А кто эти слабые, Катя? Негосударственные игроки. И нету единой повестки дня абсолютно никакой здесь. Все-таки я бы сказала, что есть типологически близкие, по типу близкие террористы. Есть даже между терроризмом разных типов и группировками разных типов. Есть связи и контакты и прочее. Вот действительно, здесь совершенно статистика подтверждает то, что вы говорите. Что когда начались действительно серьезные конфликты в Ираке и Афганистане, которые вообще, они, львиная доля на них, всей террористической активности в мире за последние, вы даже себе не представляете, насколько, да, больше половины всей террористической активности в мире за последние 10 лет только на эти два конфликта. Ну, там каждый день новости смотришь, уже барьер восприятия просто другой. А началось это, кстати говоря, ты спрашивал, под влиянием, это началось под влиянием 11 сентября? Нет, это началось после военных иностранных интервенций в этих странах, да, в условиях ослабленных государств совершенно. В одном случае просто его развалили. Сразу вопрос, если такой эффект была интервенция в Ираке и в Афганистане, в Сирии тоже можно этого ожидать, если будет вмешательство? То есть не то слово, одна из причин, по которой, я думаю, вот минимум два года, два года назад было заявлено администрации США, что АСАД должен уйти. И вот два года они, так сказать, в общем, как-то достаточно прохладно к идее интервенции относились, медлили. Почему? Потому что прекрасно в курсе того, что их действия в Ираке и в Афганистане привели просто к колоссальному росту террористической активности. Так вот, после того, как активизировались... Это не было просчитано? При вторжении эти риски не были просчитаны? Кто не ожидал, что вот такой будет эффект, что, понимаете, мы сейчас же все-таки не в годы Холодной войны, когда какой-то баланс был в региональных конфликтах, вмешивается одна страна на стороне, скажем, слабого правительства повстанцев, поддерживает другая. У них определенный такой, ну, как сказать, тупик возникает, да, и так далее. А сейчас ситуация, когда вмешиваются, тем более ситуация, когда вмешиваются западные силы в мусульманской стране, где, конечно, протест, он, можно сказать, отчасти национально-освободительный. То есть там элемент национализма, но там, конечно, мощнейшее влияние исламистской идеологии. И вот такая ситуация. Короче говоря, сейчас добавлю вот только по тому, что вы говорили, как это повлияло на ситуацию на Северном Кавказе. Действительно, когда начались вот эти мощные конфликты, и в них стал активно применяться терроризм, скажем, процент финансирования иностранного, который получают северокавказские боевики, снизился до 10. Да, остальное все за счет теневых источников там и прочих, так сказать. Алексей. А у меня такое ощущение, что, вы знаете, такая инсценированная ситуация происходит на Ближнем Востоке. Вот все эти конфликты в Афганистане, в Сирии, тем более. Вот такое ощущение, что два года там американцы, американцы, они ждали как бы разрешения этого конфликта. И пока они друг друга там долбали на одинаковом уровне приблизительно, освобождая и завоевывая одни и те же территории, и в конце концов себя убивали и ослабляли. Их это все устраивало. И как только одна сторона начинает побеждать, им как будто бы выгодно поддерживать этот конфликт дальше, ослаблять ту побеждающую сторону. Мне кажется, вообще тактика именно такая избрана. Мне кажется, настолько ослабить вот эти вот движения, движения на Ближнем Востоке, такое ощущение, что вообще обычный ислам стравливают с радикальным исламом, противопоставляют какими-то искусственными вещами. Вот честно вам скажу, когда вы говорите, что мы уже вне опасности такой Третьей мировой войны между разными, так скажем, цивилизациями, я бы не стал вот так на самом деле говорить. Почему? Потому что вот мне так кажется, вот то, что происходит на Ближнем Востоке, оно в том числе направлено в какой-то мере американцами именно на управление этих процессов. То есть пусть они, да, ну как колониальная политика, пусть они перебивают друг друга. Перебивают друг друга, ослабят, а потом мы их просто возьмем теплыми. Придем туда даже не как там победители, а освободители, как принесем помощь там, хлеб, воду вам, но вы уже будете не те. Вам нечего будет нам противопоставить. Вот у меня иногда такое ощущение, но это мое личное ощущение. Андрей, сейчас секундочку, я хотел просто принять звонок, напомнить наш телефон 6510996. Боитесь ли вы терроризма, ждете ли вы терактов в ближайшее время где-то вокруг себя? Евдокия на линии. Алло. Да. Вы меня слушаете? Да, слышим. Значит так, среди вас есть востоковеды? Есть ли среди нас востоковеды? Да. Ну давайте, да, скажем. Видимо, видимо, а среди нас тех, а вы, Евдокия, востоковед? Если вы хотите нам что-то сообщить больше, да, сообщите нам, пожалуйста. Да, первое что, была глупая наша политика еще до Ельцина. Первая лекция на ИСФАКе Московского университета по истории Востока была такая, что в 19-м году, когда видели афганцы-европейцы, они тут же плевали. И после этого мы вводим войска в Афганистан, это первое. Второе, нужно быть полным идиотом, как Ельцин, который без образования, который послал наших этих самых мусульман, мусульманскую академию в Александрию. И третье, я три года подряд была в командировке в Чечне. Это были 80-е годы к концу. И когда я сюда приехала, я там с МВДшниками говорила, я говорю, что там делать, там будет взрыв. Мне говорили, не порти себе нервы, ты ничего сделать не можешь. Понятно. Ну вот видите, не послушали Евдокию в свое время, наши руководители, и вот к каким-то обвальным последствиям привело, собственно. Я бы добавил и Афганистан, и Чечня. Не в Академию в Александрии, а все-таки в университет Алясхар, наверное, исламский. Ну да, но тем не менее, проблематизировало, да, заставило задуматься нас, позвонивший Евдокия. Напомню, телефон наш студийный 6510996. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? Мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня, поскольку у нас 11 сентября, говорим сегодня о терроризме. Возросла ли мировая террористическая угроза за последние 12 лет, с 11 сентября 2001 года? Возросла ли террористическая угроза в России? У нас в гостях Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Екатерина Степанова, ведущий научный сотрудник ММО, и Андрей Солдатов, главный редактор сайта «Агентура.ру». Телефон наш студийный 6510996, код Москвы 495. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? 6510996. Ну вот давайте о России поговорим, мы уже достаточно много, о Кавказе. Говорили, ну вот о том, как наше общество относится к терроризму. Потому что, ну не знаю, сравнивая с американцами, то, что произошло с американским обществом, те какие-то глубокие психологические перестройки, которые там происходили после 11 сентября, и, соответственно, институциональные, и то, что был вот этот Patriot Act принят, и то, что министерство было организовано, и, в общем-то, такая широким фронтом пошла борьба с терроризмом. У нас я не вижу, ну не то, что даже сейчас институтов, я о них говорю, а вот в общественном сознании вот как-то не прописано то, что возможен терроризм, что может быть терроризм. У нас как вот, я не знаю, рванет где-то люди так, перекрестятся, и дальше идут своей обычной жизнью. Это может быть российское такое? Да нет, это абсолютно, мне кажется, обычная вещь, но я, честно говоря, не совсем уверен, что это плохо, потому что проблема заключается в том, что государство обычно вообще и спецслужбы любят эксплуатировать вот это чувство истерии, которое возникает после терактов, нажимая на одну и ту же болезненную, в общем, вещь. Они начинают призывать к поддительности, они внедряют шкалу угроз, например, вслед за США, и у нас сейчас есть шкала террористической угрозы. На самом деле эта шкала обращена прежде всего на население, потому что спецслужбы имеют возможность обмениваться информацией о том, насколько растет угроза по своим каналам. И это, мне кажется, крайне опасно, потому что обычного человека, который совершенно не обучен определять, что является угроза, а что не является угрозой, призывает быть бдительным и предлагает ему сообщать о подозрительных фактах и о подозрительном поведении людей, которые ходят мимо него. И, к сожалению, это во многих случаях приводит просто к тому, что спецслужбы оказываются просто затоплены ложными сообщениями о соседях, которые неправильно себя ведут, о незнакомце, который прошел про улицы и выглядел странно и так далее. В общем, это повышает градус истерии, но это совершенно никак не влияет и не помогает в предотвращении терактов. Ну или, скажем, корреляция такая, что это очень мало помогает, а то, что это, в общем, меняет общество в худшую сторону и рождает подозрительность и ксенофобию, это совершенно точно. Но с другой стороны, все-таки я хочу сказать, что какое-то участие общества в борьбе с терроризмом необходимо. Вот я, скажем, смотрю на Израиль, ну, не каждый, я не думаю, что найдется страна, которая хотела бы быть, так сказать, такой вот. Мы не можем сравнивать Израиль с другими странами, потому что в Израиле все прошли войну и службы. Надо все сравнить, я здесь полностью не согласен. И более того, хочу сравнить, как американцы прореагировали на то, что у них произошло 12 лет назад, и как мы реагируем. К сожалению, то, что в Америке происходит, я могу только по телевизору смотреть, но вы знаете, вот два года назад, когда у них было десятилетие, я был по-хорошему шокирован, я изменил вообще мнение о Америке. Когда по Евроньюсу другим каналам передавали целый день, какие они мероприятия проводили, как они их проводили, вот в память о тех трагических событиях. Для них это сплочение нации. Знаете, что у нас происходит? Я несколько раз участвовал в съемках фильма, ну, по крайней мере, тех мероприятий, где участвовал я и мои боевые товарищи, там, Будённовск, Нордост, и, знаете, находим там горячие головы телеканал, который вкладывает деньги, а потом, знаете, вот на утро в день раздается звонок, звонит редактор и говорит, Алексей, извини, не поставим на, там, на второй лиге телеканале твой фильм. Почему? Задача людей не пужать, людям настроение не портить, пусть все забывается. Вот, я могу сказать, там, Нордост 10 лет, когда было, средства массовой информации только после обеда стали раскачиваться, и то, уже, почему они не могут не раскачиваться, интернет начинает гудеть. А вот все первые новостные каналы, все молчат. Такая политика, что все везде забылось. Я вот просто уверен, что без помощи населения, с нашим местным терроризмом, силовым нашим структурам полностью не справится. Вы знаете, человек так устроен, вот мы едем по дороге, видим аварии, видим, трупы лежат, да, мы что-то испугались, бросили там скорость. И в зависимости от вашего темперамента, кто через 15 минут, кто через полчаса нажал на гашетку и меняет скорость, и едет и говорит, со мной это не случится. Мы так все устроены, такая наша психика. И здесь хотите, вы не хотите, так оно и будет. Но вот я вам могу сказать, что наша власть, она совершенно по-другому относится, нежели американцы. И я допущение такое делаю чисто вот, ну, свое, интуитивное. И, может быть, и успехи у них в борьбе с терроризмом намного выше, чем наши, потому что они по-другому все это делают. Вот я согласен абсолютно с Алексеем, там как-то вот все это серьезнее воспринималось. Они любую беду к себе в пользу обращались. И, слушайте, ну мы же не можем сравнивать террористическую угрозу Америки и возможность создания безопасного режима в Америке с Россией. Мне кажется, просто такое сравнение не является... А почему нет, Андрей? Потому что... Когда, я не знаю, вспомнить Домодедово. А что, а те, что ли, проблемы с терроризмом? Да, конечно, потому что существует... Террористы могут приплыть в Америку или на корабле, или прилететь на самолете, или прийти к границе с Мексикой и Канадой. Все. В России существует своя горячая точка. Огромный регион, который объят постоянной активностью боевиков. Это абсолютно несравнимые ситуации. Точно так же, как, например, Британия не может обеспечить безопасность. Точно так же, как... Масаев ехал в Минеральные Воды. Случайным образом его один постовой... Он проехал уже 10 постов. Он до Москвы доехал, да. Да, и спокойно ехал. Его случайно один постовой. Говорит, что-то я не понимаю. Давайте вернемся в Буденовск. Я, говорит, не понимаю. С Норд-Оссан, смотрите как. Целая армада. Да, приехали. Потому что это одна страна, конечно. Ну, в Америке это просто невозможно. Ну, кто там приедет? Из Техаса приедут в Нью-Йорк? Сереж, это совершенно разумеется. Можно заехать через Мексику. Можно еще один раз заехать. Мне проще. Вернуться к вопросу твоему. О том, что совсем у нас уж общество не обращает внимания на эту угрозу. Недавно был очень интересный опрос в ЦИОМ. Чего боится население? Вот угроза безопасности не с точки зрения государственных органов. Там у них у разных органов будут разные приоритеты. А с точки зрения населения. И там, да, терроризм не на первом месте, не на втором и на третьем. Но на четвертом. И, конечно, будет колоссальная разница в том, это житель маленького городка или деревенский житель. Конечно, для него это не угроза. Но, например, жители больших городов они это в первую пятерку занесли. Уступает он вообще только, так сказать, боязни мигрантов и заселения России мигрантами и экологическим, болезни экологических катастроф. Но по тому, как население воспринимает его как угрозу, он, например, превосходит очень сильно, скажем, боязнь эпидемий, каких-то вот другие такие угрозы. Да, но все-таки, но все-таки, вот он на четвертом месте. Я бы не сказала, что это совсем уж значит игнорирование этой угрозы. Ну, давайте, да. Это во-первых. А во-вторых, по вопросу хотела вот о противодействии, да, терроризму. Что можно сравнивать, что нельзя сравнить. Секунду, Кать, вот я скажу один эпизод. Я прохожу много раз всяческие рамки, да, с этими там массовые мероприятия, спортивные. Боже мой, как наша вот эти вот там милиция, полиция себя ведет. Да я что угодно пронесу. Ну, мелочь вынул для вида ему из кармана, вынул какую-то, рамка запищала, ключи вынимать лень. Запищала и запищала. Тебя там хлопнули по плечу, пошел дальше. Ни разу не видел бдительности. Ни на митингах, которые я ходил, ни на спортивные мероприятия, ничего. Чисто формально. Человек выложил мобильник, все, проходи. Что самое ужасное, ведь теракт не становится менее масштабным или забирает меньше жертв, если смертник подорвется до рамок. Что, собственно, произошло в Тушино, когда девушка просто не пошла до рамок и взорвалась. Ну, иногда это спасает определенное качество жизни, когда, например, на Рижской, вы помните, да, она же шла в метро. Она хотела взорваться в метро, но увидев там визуально очень сильное присутствие милиции... На самом деле это не против профессионалов. На самом деле этот против... Она поняла, что ее обязательно, на нее обратят внимание, она себя взорвала на улице. И по этому числу жертв там сколько? 12 человек, а не 150. Поэтому, ты знаешь, тут я бы не обобщала. Вот пару слов буквально противодействия. Что можно сравнивать, да, между странами? Если говорить не вообще об обществе, вот о секторе безопасности, конечно, угрозы везде разные террористические. Конечно, палестинский терроризм там это одно. Там джихадистский терроризм, который в основном какие-то мигранты или дети мигрантов, это второе. Там национально-освободительный еще какой-то, там антиколониальный, это третье. Но, например, да, и, кстати говоря, сектор безопасности, вот структура безопасности, в чью непосредственную обязанность все-таки узко входит борьба с терроризмом, их нельзя, например, обвинять в том, что политические, например, истоки терроризма не решены. Это не их задача. Это задача правительства, политической власти. Но их задача минимизировать теракты, проявления терактов при имеющихся условиях, вот в тех, которые есть в наличии. Почему мы говорим, что в Израиле эффективная борьба с терроризмом? Потому что при том, что террористическая угроза высока, предотвращается, что там до 90% терактов. Вот поэтому мы говорим, а не то, что, так сказать, они ответственны за все. Их дело предотвратить максимально большое число терактов. Вообще успех контртеррористической операции сильно отличается от успеха военной операции. А здесь, чтобы его не было, чтобы его не было, не допустить. На самом деле, в Израиле не всегда было так. И они к этому, к этим показателям пришли, они нашли такие пути, понимаете. Даже возвели китайскую стену между государствами. С нашей точки зрения, что они там сделали? Я вот когда ее проходил, я всегда, они говорят, а вот вы знаете, вот мы просчитали, сделали, и у нас в разы упали террористические акты. То есть у нас очень интересные ходы. Алексей, а у нас такое невозможно с Кавказом? Я вот думаю, может быть не это, но что-то такое неординарное можно было бы сделать. А что, что касается вот людей... У нас Юрий Михайлович Лужков, который предлагал. Их боязнь, я не предлагаю. Их боязнь. Я считаю, что... Ведь вы понимаете, результат теракта, это что? Это не количество убитых, раненых. Это именно количество страха в людях, в обществе и их недоверие властям. Вот самый главный эффект. И поэтому здесь на самом деле палка о двух концах. С одной стороны, если мы постоянно говорим, что вы на войне, вас могут вот-вот в любой момент убить. А с другой стороны, все же должны понимать, что у вас намного больше вероятности там оказаться под льдышкой какой-то и быть убитым зимой под сосункой. Или переходя пешеходный переход в положенном месте. Дорожном транспортном происшествии. То есть поэтому люди на самом деле должны быть бдительны, но понимать, что терроризм это не самая большая проблема. И более того, весь терроризм это в их головах. Чем больше это опухоль терроризма у них в голове, тем серьезнее эти террористы поработали. Но это в их головах прежде всего. Давайте послушаем действительно, что сейчас наши слушатели считают. Есть ли терроризм в головах? Боитесь ли вы, конкретно вы терроризма? Ждете ли вы терактов? В ближайшее время в Москве, где-то еще, в связи с Олимпиадой в Сочи. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Алексей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Что касается вашего вопроса, вы знаете, я связываю терроризм в нашей стране всецело с нашим руководством, то есть с политикой. Если очень будет плохо, спровоцируют еще взрывы, еще локальные войны, чтобы сплотить общество. А что, что, что? А, вы имеете в виду, что сама власть провоцирует террористические акты? Я полагаю, что весь терроризм в России, он управляется. И хотел бы еще вот по теме высказаться. Очень раздражает, как государственные каналы вообще-то освещают все события происходящие. Вот яркий тому пример гибель псковских десантников, да? На самом деле-то там никаких гортрупов, боевиков не было. Там погибло 18 боевиков. Штурмовало высотку около 80-100 бойцов у боевиков. Основная колонна стояла внизу. А зачем? К чему вот это вот вранье? Какой-то неправильный патриотизм. Может быть, да, ради патриотизма, но это неправильно. Нельзя занижать угрозу, опасность. Надо показывать все, что есть. Нужна профессиональная армия. Зачем пацанов-то гробить? Спасибо. Спасибо, Алексей. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? И вот вопрос, который я хочу задать здесь Алексею, нашему специалисту, уже профессионалу. Вы, кстати, вы можете сказать, вы принимали участие в консервистических операциях и в Буденновске? Да, я на Северном Кавказе был, во втором Чеченске, и в Буденновске принимал участие. В Беслане нет? Нет, в Беслане я был в запасе. В Буденновске, да. О том, что близко такой регион, что это настолько будет лакомая цель. А вы знаете, я считаю, что нет прямой связи между тем, в каком регионе это проводится, и опасностью терроризма. Мы же помним, что первое проявление было в Мюнхене, в стране вообще чуждой терроризму. Просто любое массовое скопление людей, любое такое серьезное мероприятие, это лакомый кусочек для террористов. Причем они куда угодно могут приехать, ну, конечно, приехать в Америку, в Канаду сложнее, чем, скажем, сделать это под боком. Но я думаю, что пройти им, скажем, на объекты или на территории проводимых игр будет так же сложно, как если бы это происходило в Америке, в Англии или в какой-либо другой стране. Заниматься безопасностью, я вам просто с ответственностью могу сказать. Мои коллеги стали, ну, уже как года два, не вылазят там, в общем-то, из командировок постоянно работают. И я выражаю исключительную уверенность, что Олимпиада пройдет спокойно. Сам принимал, в общем-то, как-то однажды, правда, будучи еще совсем молодым курсантом, проведение международного фестиваля студентов в Москве, по-моему, 85-й год. Сам был, в общем-то, так скажем, внедрен в те зрители, и нас было очень много, и мы выполняли свою, в общем-то, роль. Я думаю, что наше государство, поверьте мне, не пожалеет ни сил, ни денег, и, в общем-то, что-что, а с безопасностью все будет в порядке. Ну да, здесь, собственно, вы предполагаете уже тот сценарий, по которому, я думаю, что большое число людей на трибунах будет просто, так сказать, в погонах, те же самые курсанты. Но при этом цель безопасности будет соблюдена целиком. Но ведь главное же, действительно, это картинка телевизионная. Кать, как вы считаете? Нет, ну, конечно, спортивные мероприятия крупные, мы знаем, и по Бостону, вот, в этом году у нас отметился, 12-й год, с 11 сентября он отметился четвертым терактом с массовыми жертвами на Западе со стороны джихадистов. Всего, после 11 сентября всего 4 таких было терактов с массовыми жертвами. Инцидентов много, особенно в Европе, да, в Штатах чуть поменьше, но в последнее время они активизировались, но с массовыми жертвами всего 4. Вот последние, вот буквально, там, несколько месяцев назад, в апреле, причем мы знаем, что вот есть история вообще терактов и на Олимпийских играх, и на марафонах. Это далеко не первый такой теракт, поэтому, конечно, угроза будет повышена, естественно, и приняты будут все меры к этому, к тому, чтобы ее предотвратить. Андрей, как вы считаете? И, в общем, никто не знает точно, не воспользуются ли они этой возможностью. Кроме того, есть экономические конфликты, есть куча людей, которые были выселены в своих территориях, и они тоже, и известно, что многие теракты были организованы по экономическим причинам, например, в Кабардино-Балкарии. И, кроме того, мы забываем один важный момент. Вспомните, мы хорошо очень знаем имена террористов 90-х годов, Басаев, Радуев, Дудаев и так далее, и так далее. Но очень плохо знаем, только специалисты знают имена тех лидеров боевиков, которые появились в 2000-е годы. Почему? Потому что не было доступа к средствам массовой информации. В Сочи это как раз та возможность получить трибуну, которой не было последние 12-10 лет. И, естественно, для террористов это такая золотая возможность, что, я думаю, они сделают очень много для того, чтобы попытаться что-то организовать. И, кроме того, самый последний момент. Для того, чтобы зазвучать на Олимпиаде, для террористов не обязательно устраивать теракты на Олимпийском стадионе. Достаточно организовать что-то просто в регионе. И этого будет уже достаточно. А обеспечить безопасность во всем регионе целиком намного сложнее, чем просто обезопасить непосредственно Олимпийские азии. Ну да, здесь просто через такая психологическая близость Олимпиада на Северном Кавказе. Центр Сочи, железная дорога, мало ли что, любые объекты транспортной инфраструктуры. Вы знаете, мне кажется, учитывая все-таки специфический российский кавказский терроризм, мы о нем вначале говорили, я думаю, что у многих террористов нет цели именно провести мероприятие на Олимпиаде. Ну что ж, будем надеяться, что более оптимистичный прогноз Алексея Филатова сбудется относительно Сочи. Естественно, никому бы из этого, из нас не хотелось бы. А я хочу еще одни слова его вспомнить. Вот то, что он говорит о том, как в Америке вспоминали жертв 11 сентября, как мы вспоминаем сегодня. Фантастический совершенно памятник там, да, сделан на месте, где пали башни-близнецы. Там вот сделан фонтан, бассейн, и на стенах написаны имена всех погибших. И вот я хочу, чтобы мы тоже помнили имена всех наших погибших в террористических актах. Это была программа «Археология». Доброй ночи.